Есть переживания, которые мы имеем в духе, они не всегда отражаются в наших эмоциях, потому что у нас есть привычки, эмоциональные даже привычки. Мы привыкли стандартно реагировать на происходящее. Но само Божье творение побуждает нас изменять наши привычки. Вы знаете, всякий раз, когда мы через творение видим Творца, видим Его сотворившего небо и землю, все видимое и невидимое, например, выходя на улицу, если вы видите, как распускаются цветы на деревьях, абрикосы начинают свистеть, не знаю, у кого-то уже давно, наверное, у нас только сейчас виноградные почки начинают набухать, и трава зеленеет, и свежий ветер, и пришла весна. Это просто настолько здорово, так впечатляет. Поэтому, одним словом, у нас есть много поводов для того, чтобы быть благодарными Господу. Правда, да? Каждый день – это подарок. Каждый день, который мы имеем, это просто великое благословение. Да, мы как дети, мы хотим, мы капризничаем, мы хотим чего-то большего удалить, но это плоть. Мы хотим, я имею в виду, часто бывает так, что плоть, она побуждает нас, побуждает нас не быть благодарными. И в этой связи мы теряем радость, мироощущение, восприятие мира. И поэтому, если плоть только начинает действовать, скажите своей плоти, замолчи. Славь Господа! Когда Ииск сказал «Душа моя, славь Господа!» И давайте скажем «Душа моя, славь Господа всегда!» Скажите это вслух. «Душа моя, славь Господа всегда!» Ну, так вот бывает, что иногда мы погружаемся в плотские мысли, особенно тогда, когда возникает непростая ситуация. Помните, в прошлый раз апостол Рон Савка, он рассказывал нам о тех событиях, которые произошли в жизни детей Израиля, тогда, когда они вышли из Египта. Вот они прошли Черное море, но и даже перед тем, как перейти Черное море, они испугались, а они стали жаловаться. «Моисей, зачем ты привел нас умирать здесь, в пустыне? Не проще ли было нам умереть в Египте? Может быть, чуть подождать еще, а потом еще у них не было воды, и опять они...» И вот такая привычка, она сформировалась уже как рабское такое мышление. Как кто-то сказал, вот они вышли из Египта, но Египет из них еще не вышел. Вот, поэтому мы хотя во многом уже вышли, во многом он уже вышел из нас, но где-то еще в каких-то сферах он продолжает, где-то плоть продолжает этот Египет, начинает действовать. Поэтому будьте очень внимательными, наблюдайте, чтобы нам всегда быть благодарными Господу, всегда быть радующимися. Понимаете, да, что я имею в виду? Это очень важно. Почему? Потому что в этом есть залог нашей победы, в этом есть основание для того, чтобы нам расти в Боге. Я не знаю, вот если бы сейчас, скажем, Павел, он был в духе, он видел, он слышал такие голоса, он видел такие видения, что для него было бы лучше, как он сказал, там остаться и не вернуться, но у Бога был план. Поэтому я понимаю, что есть духовные переживания, которые мы с вами будем иметь тогда, когда наступит время, правильное время для нас вознестись и пребывать с Господом в вечности. И это будет замечательное чувство. Но даже здесь, сейчас, на земле, применяя нашу веру, да, нужно просто по вере говорить, душа моя слава Господа. И, с другой стороны, когда только мы согласимся славить Господа всегда, постоянно, внезапно мы обнаружим, сколько много всего прекрасного вокруг нас, и прежде всего, сколько много людей. И каждый из них есть подарок, есть дар. Вот вы, для меня, каждая из вас, и каждый просто потрясающий дар. Я молюсь Господу и прошу Господи, позволь мне, помоги мне увидеть те дары, которые ты вложил в каждого из присутствующих на наших занятиях, наших собраниях. И, конечно же, я знаю, что и вы тоже это делаете. И в прошлый раз мы с вами рассуждали о том, что мы святые. Это очень важно именовать себя святыми. И, как Павел сказал, всем, находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным, святым. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Поэтому не просто верующие, мы не просто дети Божьи, мы, к тому же, еще и святые. Почему? Потому что мы ходим верою, а не видением. Правда, да? И громко скажите Аминь. 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 Ну, да, естественно, есть критерии, в которых наша святость нуждается в совершенствовании. Мы понимаем это. И наша праведность 100% в Иисусе Христе – это дар от Бога. Но в то же время, в то же время, это очень интересно. Просто потрясающе. Нам нужно и просто необходимо называть друг друга и в том числе себя самого святыми. Давайте скажем сейчас себе самой или самому. Я святая. Я святую. Я святую. Я святая. Я святая. Я святая. Я святая. Я святая. Я святая. Вот какая мысль возникает в этой связи? Потому что дьявол мог потрудиться, чтобы сказать обратно, какая ты святая. Но поэтому, как только эти мысли возникают, вам нужно с ними бороться. Потому что это не наша заслуга, что мы стали святыми и праведными в Боге. Мы написано, мы не свои. Мы куплены дорогой ценой. Кровью Агнца. Чувствуете, да? Ага, вот тут это работает. Поэтому, если дьявол начинает внушать вам обратно, какая ты святая, какой ты святой, посмотри на свое состояние, что у тебя есть еще столько несовершенства, у тебя где-то там что-то не то еще, и у тебя еще может и гнев проявляться, еще что-то. Но вы ему скажите, а я не своя. Я не свой. Если ты хочешь с этим разбираться, обратись к Иисусу. Он называет меня святой. Правда, да? Алидуи. Поэтому у вас есть законное право именовать себя святыми. Кстати, это очень важное откровение и важное слово, потому что мы не просто сыновья, не просто дети Божьи, но мы еще и святые, потому что последнее движение Церкви – это движение всех святых. Это очень важно. Наверное, одно из последних движений. И мы об этом отчасти говорили. И это включает в себя такую идею, как снаряжение всех святых. Или как Павел пишет Ефесянам в 4 главе, И Он, то есть Иисус поставил в Церкви одних апостолами, пророками и так далее. Дальше написано, по-моему, в 13 стихе – для совершения святых, то есть для снаряжения святых. Святых. Чувствуете, да? То есть для совершения каждого верующего, чтобы он смог войти в свое предназначение, в свое призвание. Это наша цель с вами, дорогие друзья. Не просто снарядиться самим, но и также способствовать и содействовать всем остальным, чтобы они тоже снарядились или совершились. Аллилуйя! Слава Господу! Какая замечательная миссия у каждого из нас есть. Я знаю, что некоторые из вас, кто еще... Вы находитесь в фаизматических церквях, где еще есть определенная культура, определенные термины, и, возможно, вам будет непросто называть себя в этой связи, в том окружении святыми, потому что можете нарваться на неправильное понимание или даже такую улыбку, как неодобрение. Ну, а с другой стороны, мы руководствуемся не традицией, не нормами, не правилами, и вам в числе тоже. Соблюдайте, конечно, чинность, но в то же время знайте, что Господь именует вас святыми. И, кстати, Павел пишет об этом не только в послании к риминам, и в других местах он точно так же и, скажем... Ну, любое послание практически начинается в Анторо Ментро Тиро. Вот первое коринфянам. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. Дальше, а еще какой же вот критерий святости? Да, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Вы призываете имя Господа, правда, да? Вы же не идолопоклонники, вы же не идолослужители. Вы обращаетесь в имя Иисуса Христа. Аллилуйя! И поэтому и вам принадлежит благодать и мир от Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь! И непрестанно благодарю Бога моего за вас. Поэтому во многих местах вот это слово «святые» – оно очень важное слово. Почему? Потому что это, как я уже сказал, открывает для нас... Дает нам понимание того, что происходило и в ранней церкви, и то, что Господь будет производить через свою церковь, через своих святых в последнее время. И вот какое же движение святых первого века? Стефан завершил свою проповедь словами, что он видит видение отверстия неба и Иисуса, стоящего одесною Бога. Это заявление воспламенило гнев и гонение религиозных лидеров. Они побили Стефана камнями до смерти и возбудили великое гонение против церкви. Однако, в то время как дьявол намеревался принести разрушение, Бог использовал это, чтобы начать движение святых в ранней церкви. Вот мы с вами сталкиваемся с трудностями. Знаете, я не сторонник такой религии, когда все комфортно и все хорошо. Я знаю, что всякий раз, когда я двигаюсь, когда я принимаю решение идти за Господом, несомненно, будет какая-то помеха, будет преграда. Но что удивительно, что так как я продолжаю не сдаваться на идти по вере, ну, к примеру, в нынешнее время, скажем, очень много преград. Кто-то, например, не в состоянии общаться с многими. Это как помеха. И кто-то слышит запреты на общение, на собрание. И это все понятно. И, с одной стороны, оно вроде бы и обосновано, и нам нужно подчиниться. Но, с другой стороны, за этим может стоять демоническое влияние, которое может угнетать нас, может подавлять, может способствовать тому, что мы начинаем роптать и начинаем добровольно сами, как бы, угошать Божий Дух внутри себя. Поэтому в этой связи ни в коем случае, дорогие, не угошайте Божьего Духа. Наоборот. Наоборот, помните, что все эти кратковременные, эти временные переживания, все эти временные страдания – это великое благо с одной стороны. Почему? Потому что, пройдя это в вере, не сдавшись, мы обретем дополнительную силу. Ну, я уж не знаю, в каком параметре она увеличится, но, несомненно, произойдут очень позитивные изменения в нашем внутреннем состоянии. Поэтому сейчас не время сеять в плоть, ропот, какие-то сомнения, еще что-то, но время уразуметь пути Божьи, наоборот, сеять в Дух, сеять в семена веры, любви. Почему? Потому что Бог будет использовать эту ситуацию. Он будет использовать ее для того, чтобы мы, с одной стороны, изменились, и для того, чтобы мы вошли в большую силу, и чтобы мы все больше соединились с Господом. И приготовились к сбору величайшего урожая в истории человечества. Поэтому началось движение святых ранней церкви. Вот так и пишет апостол Белхамон в своей книге «День святых». И помните, там и был Саввл, который одобрял убиение, и он присутствовал буквально при убиении Стефана. И там было великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам. Ну, подобно, скажем, как самоизоляция. Такая вот ситуация, как бы рассеялись. Ну, что самое интересное, что дьявол думал, что ему удалось поразить церковь, ему удалось запретить собрание и так далее. Но он не уразумел путей Божьих, что, оказывается, церковь-то образовалась в каждом доме теперь, в каждой семье. Поэтому громко скажите «Аллилуйя!» Аллилуйя! 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 Вы чувствуете церковь в каждом доме? Аллилуйя! Поэтому вот эти традиции, скажем, традиция «а как причастие, святое причастие только нужно при служении, скажем, какого-то помазанника в кавычках, извините за выражение». Нет, делайте это домом, преломляйте хлеб, принимайте причастие дома. Аллилуйя! Совершайте таинства, такие как крещение, скажем, водное крещение, можно в ванне крестить. Мы в Китае делали это неоднократно, но там просто запрет, там невозможно открытым. Ну что ж, в ванной есть, пожалуйста, в ванну. И там и крестили. Водное крещение. С таинства крещения Духом Святым не ждите, что когда кто-то там, таинство служения, пророчество, ну вообще, все духовное служение, служите там, где вы находитесь. Изоляция вы, не изоляция, больница вы, не больница, дома, на работе ли, как сказал один пророк, для Японии церковь, она будет везде, на улице. Это правильно, потому что в последние времена, подобно как и в ранней церкви, произошло такое рассеяние, и Господь начинает сеять семена везде, семена царства, через тебя, через меня, через всех нас. Поэтому приготовьтесь, ни в коем случае только не жалуйтесь и не рабщите. Убиение Стефана за его непреклонное представление истины возбудило великое гонение. Святые в Иерусалиме, первые апостолы остались, но святые пошли, проповедуя об Иисусе. Что это означает? Это означает, что нам не нужно быть молчащими. Дьявол даже пытается накинуть на нас эту маску. Да, я понимаю, маску иногда полезно соблюсти этикет, особенно тогда, когда у вас есть какая-то простуда, и вы идете, скажем, в магазин, есть какое-то общение, но чтобы не кашлянуть на кого-то, пожалуйста. Но в основном-то на улице, дома, и в любом случае вы можете говорить даже через маску. Правда, да? Поэтому нам нужно быть говорящими. Спасибо. Вы чувствуете, какая аналогия? А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Поэтому сейчас, вот, возлюбленные мои, Господь будет творить через вас величайшие чудеса. Аминь. Аминь. В сфере труда были активированы и начали творить чудеса. Другими словами, они оставались церковью, куда бы они ни пошли. Церковь, как написано в 54 главе, расширь покровы жилищ твоих. Да, я не помню, может, я буквально у Исаии. Днесло вам, пусти длинные верви твои. Днесло вам, церковь стала говорящую, громкую, она стала пророческая и апостольская. И, конечно же, это возбуждало сильное гонение. Но гонение не помешало распространению проповеди об Иисусе Христе. Всякое место, куда бы ни пошли апостолы, и в дальнейшем пошли и другие апостолы, и их ученики, куда бы ни пошли, там было сопротивление. Но я вот не верю в такую вещь, что очень легко распространять Евангелие Царства в языческие государства, в странах, скажем, в Пакистане, в Иране, в Китае, в других местах, где жесткий режим, особенно, скажем, в Северной Корее, но всевозможно верующему. И я знаю людей, которые делают это успешно. И они действуют, потому что Дух Святой ведет их. Поэтому так же и с нами сейчас, когда кажется вот такая изоляция, вирусы и все остальное, как только вы согласились испугаться, считаете, вы уже потерпели поражение. У нас нет права бояться ни вирусов, ни каких-то других вещей. Нам нельзя остановиться проповедовать Евангелие, нам нельзя остановиться распространять Евангелие Царства. Поэтому, знаете, если вы пропитаны боязнью, скажем, боязнью заразиться, получить инфекцию и так далее, то считайте, что вы наполовину уже получили ее, пока еще ментально, умственно. Но духовно вы уже открыты для болезни. Поэтому, возлюбленные, давайте мы сейчас ударим по всякого рода боязни заболеть, заразиться и еще так далее. Я не призываю вас оставить, оставить, стать легкомысленными и буквально начать контактировать со всеми подряд. Но, с другой стороны, как только вы обнаруживаете в себе страх, то это знак того, что вам нужно его разрушить. И давайте мы сделаем это сейчас. Давайте громко воскликнем. Страх. Во имя Иисуса, и я приказываю тебе покинуть мой дух, душу и тело. По имя Иисуса, и я приказываю тебе покинуть мой дух, душу и тело. Аминь. И давайте будем стараться замещать или будем стараться менять это состояние боязни, опасения. Ммм, какое лекарство помогает, вот там-то вот открыли, там какие-то вещи, может то подкупить, может что-то еще там. Забудьте про эти вещи, не мечитесь, не суетитесь, расслабьтесь. И мы говорим, страх пошел вон во имя Иисуса. Страх пошел вон во имя Иисуса. Страх пошел вон во имя Иисуса. Аминь. И мы замечаем боязнь и страх радостью и празднованием. Кажется безумие, но тем не менее это факт. Потому что это означает Божье присутствие везде, куда бы мы ни пошли, вместе с нами. В наших домах, с нашими близкими, с родственниками, куда бы мы ни пошли, с кем бы мы ни контактировали, в Божьем присутствии вирусы все умирают. И сказали громко, аллилуйя. 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 Аминь. Это просто замечательно. И вот они стали демонстрировать день святых первого века. Сразу после этого Филипп, он не апостол, кстати. Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Кто такие самаряне? Вы знаете, язычники. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем. Ну вот вы знаете, там не было комфортно. Такая такая обстановка среди язычников. Вау. Я думаю, что... Конечно, было опасно. Но он пошел. Нечистые духи уходили с великим воплем. И многие расслабленные и хромые исцелялись. То же самое. Вы знаете, вот исцеление или освобождение исцеления, они где-то синхронно производятся, происходят. И ключ заключается в том, что мы идем вперед в вере. У нас нет духа боязни. Если бы был дух боязни или дух страха, мы тогда бы пребывали вновь в состоянии таких рабов. Но мы святые. Мы дети Божьи. И написано, и была великая радость в том городе. Я думаю, что эта радость, она трансформировалась. Она была высвобождена через состояние Филиппа. Он пришел туда с радостью. Но я уж не знаю, если вы вспомните Иону, возможно, пробовать Иону была не такой. И поэтому там не было такой великой радости. Там, наоборот, был плач, слезы, покаяние, пост и все остальное. А вот Филипп был другой. Он принес великую радость. Талидуя. Скажите «Аминь». Аминь. 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 Это текст нам доказывает, что делали верующие, когда они проповедовали. Филипп в то время не был признан как пятигранный служитель, но как один из святых. Вау, это очень интересно. Поэтому это касается нас тоже. Да, действительно, урожай в последнее время не будет собран при участии одного известного апостола или пастора. Не через вещание, скажем, на телевидении везде одного лишь человека, но через взаимоотношения всех святых с теми, кто еще не является спасенным. Через личный контакт, ну, возможно, даже через средство коммуникации. Но в любом случае, благодаря Духу Святому, благодаря помазанию силы, благодаря сотворению великих дел, которые Иисус сам творил, будучи человеком и Богом одновременно. И Сыном Божием одновременно. Аллилуйя! И поэтому Стефан и Филипп являются для нас примерами святых настоящего времени. Движение святых уже началось. Это движение людей, наполненных Святым Духом, верно исполняющим то, что им говорит Господь. Аллилуйя! Это типичные новозаветные верующие, которые смело проповедуют Евангелие, наполненные Святым Духом, молящиеся на иных языках, и исцеляющие больных, и изгоняющих бесов, и которые могут провести как массовую, так и индивидуальную евангелизацию, которые были также переносимы Духом с одного места в другое, и были сильными, и сейчас являются сильными свидетелями Иисуса Христа. И скажите, это для меня. Это для меня. Аминь. Почему? Потому что мы есть святые Божии, призванные. Люди, взятые в удел. Царственное священство. Цари и священники. С одной стороны, священники, которые представляют народ Богу, а с другой стороны, цари, которые повелевают. Поэтому нужно изменить свою позицию, скажем, к тем горам, к тем проблемам, с которыми мы сталкиваемся. У нас уже есть власть, уже есть сила. И чем раньше мы начнем применять ее, тем скорее мы снарядимся. И тем более плода мы сможем принести в Божьем Царстве. И громко скажи Аминь. 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 Просто потрясающее событие произошло. Гонение распространяет Царство. Поэтому давайте скажем, что изоляция, вот то, или вот так называемая изоляция в кавычках, будет содействовать распространению Царства. И громко скажите Аминь. 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 Да, почему? Да потому что вот так вот. Аллилуйя. Вот такое время мы с вами живем. Слава Господу. Аллилуйя. Сегодня мы можем сталкиваться с обстоятельствами, подобными обстоятельствами, с которыми столкнулись святые ранней церкви. Поэтому нам нужно реагировать соответственно. Не нужно ждать, как заключенный ждет, когда он наконец выйдет на свободу. Настоящая свобода не зависит от физических каких-то ограничений. Но настоящая свобода, она достижима. Она реальна. Почему? Потому что Господь подарил нам Дух Святой. То, что Господь призвал нас, Он называет нас святыми. И поэтому мы способны оказывать сильнейшее, огромное, мощное, могущественное влияние в любых обстоятельствах, в любой ситуации. Мы способны инвестировать, мы способны вкладывать, мы способны дарить жизнь многим, многим и многим людям. Поэтому нам нужно возрастать в чем? В храбрости. Скажите, я храбрая, я смелый. Я храбрая, я смелая. Я храбрая, я смелая. Аллилуйя, я смелая. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Итак, подобно как в первом веке из-за гонений, из-за преград, из-за препятствий, Евангелие было распространено практически во всей Римской империи и пошло дальше и дальше. Точно так же в последние времена учтите, что не будет таких вот ситуаций, которые будут, да, несомненно, будут определенные периоды, когда будет легко. Вот очень просто. Я верю, что для России определен период, приблизительно на 15 лет, вот такой очень благоприятный, тогда, когда настолько серьезные перемены произойдут в состоянии церкви и общества, что Россия, она просто станет как образец той страны или того народа, которому будут подражать другие. Но, с другой стороны, учтите, что в дальнейшем произойдут вновь какие-то события, какие-то гонения, ну и подобные этим, может быть, даже еще и более серьезные какие-то катастрофы, катаклизмы. Но это не станет помехой, наоборот. Все это будет содействовать распространению Евангелия Царства. Поэтому нам нужно уже сейчас извлекать урок и быть готовыми, быть благословением для многих и многих. Спасибо, Иисус, и я молюсь от каждого из присутствующих. И, Господь, мы вновь обращаемся к Тебе открытым сердцем. Мы благодарим за Дух Святой, благодарим за Пятидесятницу, благодарим за то удивительное время, в котором мы сейчас живем. Время Твоей благодати, время Твоей силы, время Твоей славы. Благослови каждого святого, благослови познанием Твоей воли, благослови и вложи Твою храбрость, потому что Ты есть лев из колена Иуды, Ты очень смелый. Мы принимаем сейчас храбрость, мы избавляемся от всякого рода боязни и страхов. Мы провозглашаем победу не только над этим вирусом, но и вообще над любой болезнью. Когда мы возлагаем руки на нуждающиеся в исцелении, пусть будут чудеса исцелений, чудеса изгнания бесов и демонов. Пусть будут чудотворения, будет величайшее спасение во имя Иисуса. А сейчас будем пророчествовать, дорогие. Я попрошу некоторых из вас начать пророчествовать. Я думаю, что для нескольких человек, может быть для трех. Позвольте, я скажу, назову ваши имена, но не думайте, что это как бы уничижать или преуменьшать ваши способности. Тем не менее, Ренатур, пожалуйста, вы будете первым. Затем Ольга Квасова, Наталья Петрова, Надежда Новикова и, конечно же, Ирина Хазаржан. И да, пока все, а потом посмотрим. Пожалуйста, нескольким человеком начните примерно в таком порядке, как я озвучил. Аллилуйя, Господь, слава тебе. Благодарю тебя за слово твое, Господь, которое назидает, которое ущевает. Я благодарю тебя, Господь, за сестру Ирину Хазаржан. Я благодарю Господь, что ты избрал ее, и Господь говорит, дочь моя, ты ученица моя. И ты сидишь сейчас передо мною, и не смущайся, что ты одна. Не смущайся, что класс не полон, что ты смотришь по сторонам, и нет никого. Смотри на меня, потому что я твой учитель, и я учу тебя. И я дал тебе очки, чтобы видеть, я дал тебе глаза видеть. И я говорю, открой блокнот, возьми ручку и записывай то, что я буду влагать в тебя, то, что я буду говорить тебе. Тебе нужно это, чтобы проживать эту жизнь здесь на земле, распространяя царство мое и утверждая мою любовь здесь на земле. Ты моя ученица, и ты всегда ей будешь, и никто не отвлечет тебя от этого процесса. Так говорит Господь. Аминь. Аллилуйя, Господь. Аминь, это кому было? Ирина Хазаржан. Это Ирина Хазаржан. Аллилуйя, Господь. Я благодарю тебя за Марию Полякову. Я благодарю Господь, что ты изливаешь на нее любовь сейчас, Господь. Я благодарю, что ты видишь, Господь, те уголки сердца, Господь, которые как-то еще в тайне сокрыты от тебя. Но сейчас, Господь, ты изливаешь туда свои потоки, свой свет. И Господь говорит, дочь моя, не закрывай глаза, когда приходят штормы, не закрывай глаза, когда приходит беда, но открывай глаза, потому что ты видишь меня во всем этом. И надежда, и я твой якорь, и есть надежда на восстановление, есть надежда на радость, и провозглашай это в своей жизни. Не прилепляйся к старому, не смотри на то, что временно, ибо я без времени, и я вечный, и я свет, сияющий для тебя. Принимай меня, принимай меня, принимай, ибо твое сердце, оно способно принимать и наполняться моей безграничной любовью. Так говорит Господь. Аминь. Аминь. Спасибо, Ринат. Пожалуйста, Оля. Я вижу человека, который очень сильно с размахом бьет в гонг, в колокол, он звонит, он просто звонит. Все то, что попадается под руку, оповещая. Он оповещает о предстоящей опасности, он оповещает о пожаре, он внимательно смотрит с той позиции, а это позиция высоты, как будто бы человек стоит на колокольне, и он смотрит влево, вправо. И это не стена, это действительно позиция, позволяющая на шапке стоять немногим людям. И вот я ее там вижу. И есть колокол, есть вот этот вот звонкий очень конг, в который она бьет, и начинается пожар. Надвигается пожар, а колокол уже звучал. И этот замысел уничтожить народ тайно в ночное время не осуществился. И Господь говорит, дорогая моя дочь, по твоему мнению, я призвал тебя поздно, но у меня вечность с тобой впереди. И я формировал и формировал, и вкладывал в твое сердце, засеивал твое сердце семенами мужества. Ты уходишь с этих пожарищ последней, когда все уже находятся в безопасности. У тебя хватает мужества не устрашиться, увидев наступающую беду. Я заблаговременно даю тебе взгляд увидеть то, откуда надвигается она. И ты не бежишь впереди всех, спасая. Ты предупреждаешь народ, и когда беда приходит, некому прилепиться, некому прицепиться. Все уже в безопасном месте. Я поднимаю таких людей. И вокруг тебя будут люди, которым помазание смелости, помазание силы и благородства ты будешь передавать легко. Потому что они слышат не слова, а не видят дела. Аминь. Мария Полякова. Дорогая дочь, Духом Святым, прикасаясь к тебе очень осторожно, особая миссия у меня для тебя. Я хочу засеять тебя семенем. И я жду твоего согласия. Это начнется в тебе только тогда, когда ты скажешь, да будет мне по слову твоему. Это семя ты будешь вынашивать, и это единичное призвание. Таких, как ты, немного. И не будет тех, у которых, возможно, будет научиться. Пойдешь как первопроходец. Но не забывай никогда, что я этот путь прошел уже однажды. Поэтому этот путь безопасен для тебя. На первых порах, когда я буду ждать от тебя ответа, ты будешь волноваться. Но тогда, когда ты скажешь мне, да, всякое волнение уйдет изнутри тебя. И этот путь, который ты пойдешь за мной, и когда ты будешь одна из первых, ты пройдешь, чтобы проторить тропу для многих, которые пойдут этим же путем. Славу имени моего, силу имени моего. Это активация дара чудотворения. Но это семя должно созреть в народе моем. И таких, как ты, я буду поднимать для того, чтобы сверхъестественное, могучее сверхъестественное воскрешать, выводить из могил, пойти в те места, в которые никто не ходит, осуществить то дело, которое слыхом слышали, но делать не делали. Эту честь я предоставляю тебе, моя дочь. Аминь. Аминь. Я уже не помню, кто был следующий. Наверное, вы запомнили. Пожалуйста, кто следующий? Аллилуйя. Господь, спасибо тебе за истинное слово. Слово для Ольги Квасовой. Аллилуйя. Дочь моя, я приношу ветер перемен не только для тебя, но и для окружающих. Ветер мой, он поднимает тебя на высоты мои, освежает, обновляет наше с тобой общение. И ты, дочь моя, изливаешь из уст своих свежесть слов моих для научения, обличения, назидания вере моей и укрепляешь в слове моем. Аминь. Аллилуйя. Елена Сариогла. Аллилуйя. Я помещаю тебя в эпицентр моей славы. В твоем доме, в твоей семье. Ты будешь видеть своими глазами, как восстанавливается то, что ты считала невозможным. Как будут распускаться отношения близких с тобою, как цветок, на который ты махнула рукой, считая их погибшими. Милая моя, любимая, то, что люди считают погибшим или невозможным, я оживляю. Я восстанавливаю и созидаю все новое. Укрепляйся в вере моей, доверяй мне. Цени то, что я созидаю в твоей новой жизни. Шагай рядом со мной, шагай во мне. И никакой враг не разрушит то, что я восстановил в твоей семье. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Огромное спасибо. И, пожалуйста, следующий. Светлане Плотниковой. Я поставил каждого на своем месте. Тебе же даю дар понимания ситуации, дар понимания происходящего. Ты сейчас все понимаешь мудро, но я даю тебе больше. Я даю тебе дар понимания будущего. И эту способность ты будешь проявлять через пророчества свои. Я буду вкладывать в уста твои слово свое. И это слово будет нести истину мою и мудрость мою. И там, где ты будешь говорить, люди будут бодряться, и радость будет изливаться рекой. Потому что чрево воды живой, из твоего чрева потекут реки воды живой. Как и сказал я в слове своем. Поэтому без страха и сомнения открывай уста свои. Иди к людям, которым требуется сейчас помощь и поддержка. Иди к людям, там, где печаль. Иди к людям, чтоб там звучал смех, чтоб там была радость. Вопреки всем событиям и всем обстоятельствам. Смело ступай. Ибо твои уста, они предоставлены мне. И ты, доверяя мне, открывай их. И Дух Святой будет истекать из тебя. Аминь. Да, пожалуйста, Лариса Пчелинцева. Радость. Радость и рекование исходит от тебя, дочь моя. И я вижу, как ты в рековании танцуешь. И танец твой легкий, но он очень стремительный. И охватывает очень многие территории. И там, где касается нога твоя земли, там расцветают цветы. И земля оживает под ногой твоей. Так оживают и сердца человеческие, которым ты касаешься. Ты сеятель радости моей. Ты сеятель ликования моего. Ты сеятель смеха, радости, счастья. И там, где ты, там нет печали, там нет грусти. Люди забывают о своих болезнях и исцеляются. Люди забывают о своих печалях и начинают смеяться. Ты словно колокольчик, веселый, звонкий и задурный. Несущий радость и благовествие мое. Потому что ты легка, как и я, Лега. И эту легкость я даю тебе. Неси ее, дочь моя. Потому что она очень ценна для тех, кто рядом с тобой. И ты эту легкость распространяешь на многие-намногие территории. И земля, и люди чувствуют эту легкость и принимают ее. Потому что она так необходима им. Во имя и во славу мою. Аминь. Сейчас будет Ирина Хазаржан. Ирина, а вслед за вами будет Марина Кузнецова. А вслед за Мариной я попрошу Владислав и Наталья, пожалуйста. И так, Ирина. Аллилуйя. Спасибо тебе за Ирину Очкасову, Господь. Аллилуйя. Благодарю тебя за то, что ты дышишь и наполняешь дыханием своим. И я вижу, как Господь над девочкой распростерся и дышит. Аллилуйя. И Господь говорит, ты дочь моя. Ты ребенок мой. Ты в моих руках. Я вдыхаю в тебя мою жизнь, мои ароматы, мое укрепление, мое восстановление. Я хочу, чтобы ты вдохнула полной грудью меня и наслаждалась мной. Сейчас время благоприятное. Для песни новой, говорит Господь. И подними хвалу свою. И начинай изливать все, что есть внутри тебя, говорит Господь. И я наполняю тебя жизнью. Я хочу, чтобы эта жизнь, которая есть внутри тебя, она высвобождалась. И потому пой. Пой пророческие песни для своей семьи, для своих детей, для своего города, для своего окружения. И я буду производить жизнь. И я буду изливать эти реки воды живой, говорит Господь. Вот я разворачиваю тебя подобно гармонии и восстанавливаю тебя, говорит Господь. Все, что есть внутри, я возгреваю, говорит Господь. Я открываю, я хочу это излить. И Господь говорит, вот я промазываю, вот подобно гармонии промазываю, промазываю своим елеем. Я промазываю тебя радостью. Господь говорит, пропитайся моей радостью, пропитайся моим шаломом до преизбытка. Пусть уста твои, говорят, с радостью. Пусть глаза твои смотрят с радостью, говорит Господь. Я открою тебе многие вещи, которые ты не видела. Но вот я открою их, как вижу я. Наполняйся радостью моей. И пусть песня, она звучит. Звучит. И открывает просторы мои. И направляй там, где есть засуха, там, где есть пустыня. Господь говорит, направляй мы пророческий поток. Я буду изливать. Я буду заполнять. Я буду назидать. Я буду возгревать. Ты очень благословенна и дыровита, дочь моя. И вот я восстанавливаю глубинные процессы внутри тебя. Чем больше ты будешь петь, тем больше исцеления будет происходить внутри тебя. Аминь. Аллилуйя, Господь. И я благодарю тебя за брата Рената. И я вижу воин. В одежде воина меняются погоны. И Господь говорит, что вот я приготовила для тебя новое. И уже в духе это произошло. И перемены уже неизбежны. Они придут. Обязательно придут в физическую реальность. И вот как подобное Даниилу. Господь говорит, продолжай молиться и продолжай стоять. И вот идет война. И вот идет битва. Но враг не сможет одолеть тебя. Потому что я. Я тот, который подписываю эти документы. И вот я ставлю печать свою, говорит Господь. И вот я продвигаю тебя вперед. И вот я даю тебе новое назначение. Я даю тебе больше ангелов, которые собираются внутри тебя. И потому воюй, сын мой. Потому что я приготовил для тебя победу. Аминь. И скажем аминь. Спасибо огромное, Ирину. Пожалуйста, Марина Кузнецова. Затем Владислав. Аминь. Аллилуйя. Для Лилит. Господь говорит. Дорогоценная моя доченька. Ты в саду моем, как прекрасный цветок. И я люблюсь твоей красотой. Я люблюсь твоим благоуханием. Я свечу на тебя солнцем. Чтобы ты стала еще ярче, еще красивее. Еще больше поднялась. И распространилась. И распространилась благоуханием моей красоты. И моей славы. Я благословляю тебя, дочь моя. Стоять твердо. Непоколебимо. В слове моем. И держаться. Стоять на твердом основании Иисуса Христа. Не сдавайся. Не сдавайся, когда тебе трудно. Когда тебе тяжело. Я всегда с тобой и держу тебя за руку. Говорит Господь. Аминь. Рушона. Дую на тебя свежим ветром. Освежаю тебя и наполняю тебя. Ты дочь моя драгоценная. Я люблю тебя. И я благословляю тебя стоять в победе. Стоять в проломе. И не сдаваться. Я с тобою во все дни до скончания века. Аминь. Аминь. Огромное спасибо. Марина. Пожалуйста, Владислав. У нас нет связи. Есть. Нет, есть. Лилит. Так говорит Господь. Я повел тебя, и ты пошла за мной. И так, как ты приложила сердце, чтобы найти меня, я тебе дал разум разомышляющих. И я тебе дал познавать глубины мои. И я глубоко открываю тебе слово моё, потому что ты взыскала меня. И ты отнеслась очень серьезно к этому. И так, как ты взыскала меня от всего сердца, то я открываю тебе глубины моего слова. И я устраиваю твою судьбу. И я буду тебя вести моими путями. И я буду совершать через тебя дело моё и служение, которое я возложил на тебя, ты совершишь, потому что ты вошла в силу мою. И ты двигаешься моей силой. И моя рука направляет тебя. Потому следуй так, и не остывай, ревнуй обо мне. Потому что я желаю совершить великое дело через тебя. И я желаю обратить многих через тебя и поставить твёрдо на основание моей истине. И ты сможешь повести многих за мной, потому что ты следуешь за мной и будешь вести многих за мной. И многие обретут силу мою через тебя и будут научены мной, потому что ты послушна мне и ты послушна моему духу. Поэтому совершай твое дело в моей силе и не останавливайся, так говорит Господь. Аминь. Аминь. Владислав, у нас осталось три минуты. Может быть, дадим микрофон вашей супруге? А, да, конечно. Спасибо. Для Лилиты ещё Господь добавил, когда Влад говорил, это было внутри меня, Господь говорит тебе, дочь моя, самое важное, что ты приобрела сегодня и что ты совершаешь, это ты не ищешь лица человеческого. Это самое главное, что ты не ориентируешься на авторитеты и не ориентируешься на лица. Потому моё лицо всегда перед тобой и твоё лицо всегда передо мной. Наши отношения – это главный залог того, что ты никогда не свернёшь ни влево и ни вправо. делись тем, что имеешь, и увидишь великую славу приобретений моих в жизни людей других. Так говорит Господь. Аминь. И Господь сказал для брата Юрия Гуляшко, Господь говорит, сын мой, знаешь, чтобы совершать тяжёлую работу и проявлять силу, не обязательно иметь накачанные бицепсы, не обязательно заниматься армрестлингом, но чтобы быть выносливым, надо иметь внутреннюю силу. Знаешь, для того, чтобы высвобождать мою мудрость, совершенно не обязательно стать старцем и дожидаться возраста степенного. Нет, я всё дал тебе. У тебя моя сила, у тебя моя мудрость, у тебя всё есть. И ни в чём ты не имеешь недостатка. И сейчас это мощное время, чтобы тебе высвобождать те дары, которые я вложил в тебя. Я говорю, ни в чём не имеешь недостатка. Поэтому не смущайся, но дерзновенно высвобождай всё, что вложено в тебя. Аминь. Так говорит Господь. Спасибо огромное, дорогие. Мы завершаем сейчас. И подобно как апостол Павел обращался к святым различных церквей, он говорил, благодать вам и милость и мир. Также и мы говорим святым, присутствующим здесь, благодать, милость и мир вас доумножится. И скажите Аминь. 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 Салом, дорогие. Аминь. 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 Аминь.